В Ульяновске с сетями водоотведения сложилась сложная ситуация. Обновления давно не было, а сети сильно изношены. Уже была проделана большая работа по реконструкции очистных сооружений. Сейчас дело дошло до канализационного трубопровода. На самом деле это большая плановая комплексная работа по модернизации самих очистных сооружений и перекладке обетшавшего напорного коллектора канализационного от насосной станции до главных очистных сооружений. Мы понимаем, что если что-то случится с напорным коллектором, то придется отключить и воду, и канализацию. Это будет бедствие огромное для города Ульяновска. Протяженность напорного коллектора от главной насосной станции на улице Трудовой до очистных в железнодорожном районе составит почти 7 километров. На участке улицы Хрустальной уже проложили полтора километра трубопровода. Перед министерством ЖКХ и строительства стоит сложная задача – синхронизировать работу коммунальных служб так, чтобы снизить неудобства для горожан. Работы проводятся без отключения воды в домах. Стоит отметить, прокладка проходит в оживленном месте, что вызывает ряд сложностей у строителей. Есть определенные сложности с пересечками коммуникации, которые на данном пути мы видим. Самый сложный участок – это будут транспортные развязки, это Виновская роща, перекресток, и это где Гайя-1, там тоже перекресток с переключением на существующий трубопровод канализационный. Работы по проекту должны завершиться к декабрю. Кроме того, в этом году планируется прокладка двух напорных коллекторов. От канализационно-насосной станции поселок Кротовка до Боротаевки протяженностью 22 километра и от улицы Гайдара до канализационно-насосной станции 14. Всего на реализацию проекта выделено 989 миллионов рублей.